ОКТЕБРЬ 2018 ГОДА ЮЖНАЯ ШВЕЦИЯ РОБЕРТ ФИКЛИНГ Если описать европейскую охоту одним словом, им будет традиция. Охота издавна была частью европейской культуры, и хотя кое-что изменилось, многое осталось прежним. И здесь, в Южной Швеции, традиции европейской охоты живут и процветают. Эта группа охотников состоит из друзей, родственников и коллег по работе. Такие дни часто становятся самыми главными в году, и мне оказали честь, пригласив меня принять участие. Это моя первая поездка в Европу на охоту на крупного зверя, и я с нетерпением ее жду. Скоро мы отправимся в лес и займем свои места. Охотники и собаки готовы, и охота начнется по сигналу рога. Все участники охоты встретились на близлежащем участке земли. Было много горячего кофе, буклет и карта со схемой охоты, где были отмечены места охотников, направление, движение и виды добычи, на которую будут охотиться. Охоту организовал мой друг Эрик Джепсон, коммерческий директор компании Aimpoint. Он любезно согласился принять нас в Швеции. Эрик постоянно охотится с этой группой и во время сезона организует охоты по всему региону. Я буду стрелять из ружья Tika T3X 308-го калибра, идеально приспособленного к быстрой стрельбе благодаря новому прицелу Aimpoint Acro. Этот компактный прицел – новое изделие Aimpoint. И мне повезло, что я использовал его на первой охоте во время этой поездки. Я добыл двух лис, а также самца Лани. Когда все приехали, Эрик провел инструктаж перед сегодняшней охотой. Она пройдет на близлежащих сельскохозяйственных угодьях, где обитают небольшие популяции диких животных. В соответствии с правилами охоты и законами, на инструктаже нам подробно рассказали о правилах безопасности, в каких животных можно стрелять и о штрафах за убийство не той добычи. Нельзя не сказать об усилиях местных охотников и егерей по сохранению популяций диких животных. Они должны жить в родном лесу, подальше от ферм и сельскохозяйственных угодий, где они быстро могут стать вредителями. В этом угодье кормушки для животных разбросаны по густому лесному массиву. В них засыпают зерной другие продукты типа сахарной свеклы, помогающие им пережить зиму и сохранить здоровую популяцию. По закону этот лес открыт для публики, поэтому перед охотой в нем разместили подробные указатели и предостережения. Эрик установил их перед началом охоты. Закончив инструктаж, Эрик перевел его мне, потому что я не знаю шведский язык. После чего все расселись по автомобилям и поехали в лес. Все охотники вышли из машин и фургонов, чтобы минимизировать воздействие запахов и звуков. Для ускорения процесса вышки устанавливаются рядом с дорогами и тропами. Я подъехал к своей позиции. Остальные охотники поехали по этой дороге к своим вышкам, а наша расположена здесь. Так увлекательно стоять рядом с вышкой. Другие охотники разъехались на автомобилях по своим вышкам. С них удобно стрелять. Как видите, на мне наушники. Я должен быть готов к охоте. Наушники есть у всех, и они дадут знать мне и всем, что охота началась. Она прекрасно организована. Нужно обеспечить безопасность большого количества людей, и у неё очень строгие правила. Нельзя сходить с вышки во время охоты. Наша позиция в центре. Загончики пойдут в нашу сторону, это называется первым загоном. Сегодня будет три загона. Здесь много правил, регулирующих, что можно, а что нельзя. Утренний инструктаж был на шведском языке, но Эрик любезно перевёл его для нас, и мы провели собственный инструктаж. Он был таким. Безопасность — высший приоритет. Слева и справа от меня очень узкая тропа. За её пределами стрелять нельзя, они обозначены красной краской. Мы не имеем права стрелять туда. По обе стороны от вышки находятся другие стрелки. Мы имеем право стрелять в кабанов. Я расскажу вкратце. Кабаны — косули. Рога самца должны быть выше его ушей, то есть матёрый самец. Кроме того, мы не имеем права стрелять в детёныши. Ланни, мы имеем право добыть только одного матёрого самца. Всего один трофей. После чего нужно связаться с ними по рации, и они закроют лицензию. И ты отстрелялся. Самки и детёныши благородных оленей. Если самка с детёнышем, можно убить только детёныша, но не обоих. Если самка одна, мы должны о ней сообщить, что она только одна. И можно убить лося, что очень круто. Но нам сказали, что в этом лесу мы вряд ли увидим лося. Лоси живут на севере Швеции, а ещё лисы и барсуки в любом количестве. Инструкцию очень сложно понять, но я должен держать её в голове, чтобы не выстрелить в кого не надо. Охота будет суперувлекательной. Действие разворачивается быстро. Я отрегулировал яркость красной точки на прицеле Акро. Я знаю об узком секторе обстрела и постарался запомнить несколько просветов в деревьях. Электронные наушники заглушат громкий звук выстрела, а спортивная модель Пелтер выводит посторонние шумы за пределы слышимости человеческого уха. Вскоре мы услышали шорох опавших листьев и приготовились. Сильное возбуждение и промах. Лучше промахнуться по самцу Лани, чем по крупному европейскому одинокому кабану. Я уже говорил о кабанах, в них очень сложно попасть. Вчера нам с Грэгом было весело, потому что в Европе всех называют кабанами, независимо от пола. В Европе кабан в возрасте до двух лет называется годовалым. Кабаны постарше называются матёрыми кабанами. Здесь очень строгие правила. Запрещено стрелять в самок, способных размножаться, а также в самок, у которых есть поросята. Если вы убьёте матёрую самку, вас ждёт большой штраф. Мы видели здесь нескольких молодых кабаних. Они весят 20-30 килограммов. Они все коричневые, в отличие от матёрых кабанов, которые могут быть и серыми, и чёрными. Все молодые кабаны коричневые. Они-то нам и нужны. Эрик сказал нам, что когда кабаниха с поросятами, она обычно идёт первой. Конечно, мы будем стрелять не в первую попавшуюся кабаниху, а в молодую коричневую или в крупного одинокого кабана. Они очень хитрые, в отличие от кабанов в нашей стране. В больших кабанов можно стрелять, только не перепутайте его с самкой. У них большое тело с развитыми плечами, короткий квадратный зад, пенис и бивни. Скоро увидим. В поисках охотничьих трофеев В поисках охотничьих трофеев Собаки приближаются. В последний час всё было спокойно, никакой активности. Мимо нас прошёл загонщик с ружьём за спиной. Только что позади нас прошёл самец Лани. Невероятно. Он шёл вне сектора обстрела, и мы не могли стрелять. Он ходит кругами, а мы не можем стрелять. Очень обидно. Принято, Эрик. Всё, первый загон окончен. Нам не повезло, но впереди сегодня ещё два. Удачи впереди. После окончания охоты всех нас отвезли на место сбора, на официальный опрос. Каждый должен был рассказать, что он видел и делал. Все виды, их пол и размер были записаны во всех подробностях, а если кто-то типа меня промахнулся, ему пришлось рассказать об этом, стоя перед всеми. Сразу вслед за этим мы отправились на новую охоту. На этот раз мы пошли к нашей вышке пешком. Эрик выбил нас на позицию. Мы ждём второго загона. Простая маленькая вышка, очень узкая тропа. Нельзя стрелять ни вправо, ни влево от неё. Там ещё одна тропа. Только вперёд или назад. Но это уже слишком. Этот загон устроен сложнее предыдущего. Мы расположены за этим участком, а загонщики идут по кругу. Добыча может показаться с любой стороны. В прошлый раз её гнали в нашу сторону. Этот загон более сложный. Пробежал первый кабан. Грег видел, что он бежал туда под деревьями. Мы не стреляли. Такие дела. К сожалению, охота быстро закончилась. Я страдаю от погоды. Сегодня очень жарко. На мне несколько слоёв, но я разденусь до футболки. Собакам очень тяжело. Они должны много бегать и нюхать. Но ветра нет. Температура высокая, и собаки быстро устают. А добыча лежит неподвижно. Всем досадно. Но дела вот такие. После охоты я встретился с одним из кинологов. Меня поразило, как он работает со своими собаками. У него клетка с кондиционером, а в ней есть пища, вода, средства обучения и медицинские принадлежности. Эти собаки – любимцы судьбы. На содержание этих ценных охотников и любимцев семьи ничего не жалко. Мы подъехали к другой вышке и остановились, чтобы помочь унести крупного кабана. На разборе подсчитали всех добытых животных и подробно всё записали. Я начал ценить концепцию европейской охоты, особенно обед из двух блюд и поднанный следом копчёную говяжью грудинку и мой любимый шоколадный пудинг. Погода очень жаркая, а здоровье собак – высший приоритет, поэтому охоты не будет. Мы поблагодарили всех участников и вместе с Эриком начали помогать восстанавливать силы собак. Утром один из охотников добыл этого самца – косули. Мы вернулись, чтобы его забрать. Красавец! Да, типичный лесной бык. У него кое-где изношены рога. У полевых быков рога чуть больше, а это лесной бык. Полевые не трутся о твёрдые предметы? Они трутся о деревьях и так далее, но их рога чуть короче. Но у них шесть концов. Хороший самец. Сколько лет ты ему дашь? Примерно четыре года. Он хорошо питался. Очень хорошо. Они едят не так много, как лани или благородные олени, но питаются очень хорошо. Изумительные зубцы. Классное животное. Они будут на следующей охоте или нет? Нет, но будут полевые быки с золотыми медалями. Понял. В них нельзя стрелять. На следующей охоте нет. Понятно. В поисках охотничьих трофеев. В поисках охотничьих трофеев. Наша вчерашняя охота была прервана из-за жары, но еще далеко не закончилась. Сегодня снова похолодало, и мы встретились на близлежащем участке земли. Здесь меня пригласили принять участие в новой охоте. Ее проведет хозяин участка Стэн. Инструктаж проводился с охотниками справа и загонщиками и кинологами слева. Затем всем охотникам раздали цветные ленты. Ими они должны обозначить местоположение любой убитой или раненой добычи. Мы впервые поехали на близлежащее поле. Егерь Ронни распределил нас по вышкам и сказал, куда нам стрелять. Он призвал нас поспешить. Охота скоро начнется, и добыча может выйти к нам в любой момент. Мы не можем пожаловаться на условиях нашей утренней охоты. Мы заняли свои места на вышках. Она совсем не похожа на вчерашнюю охоту в лесу, где почти не было просветов. Добыча может выйти на край поля. На инструктаже нам сказали, что загонщики пойдут из этого леса в нашу сторону. Перед нами чистое поле, но когда загонщики ее выгонят, она будет бежать. Я хочу, чтобы она была ближе к нам. Одна проблема — когда добыча побежит через поле, она нас увидит. Я должен прикинуть расстояние и примериться. Разберемся. У меня есть инструкции, в кого можно стрелять, а в кого нельзя. Можно в детенышей и самок лани, но нельзя в белых самок и детенышей. В белых нельзя. Нельзя стрелять в больших кабанов. Наша работа по идентификации самок упрощается. Когда один из охотников по ошибке убил двух свиноматок, его оштрафовали на тысячу евро за каждую, в сумме на две тысячи евро. Можно стрелять в годовалого кабана и двухгодовалого кабана. У обоих коричневая шкура. Оба есть в списке. Благородные олени. Можно стрелять в оленят и молодых самок, но только в кого-то одного и сообщить по радио. Лоси тоже в списке. Можно стрелять или в лосенка, или в быка. А лис можно убивать сколько угодно. Пора сесть и сосредоточиться. Надеюсь, что они попадут в наш сектор обстрела. Я не буду в них стрелять, если они не побегут в мою сторону. До деревьев 50 метров. Я ориентируюсь на бурую траву. До того места тоже 50 метров. 50 слева, 50 справа, а до полосы травы, покрытой росой, 30. Недавно здесь прошел загонщик, и я видел, что его собака работала напротив меня. Затем он ее позвал. Думаю, она увидела косулю. Она шла через поле и остановилась. Косули сегодня — закрытая тема. Мне кажется, что косули знали, что им ничего не грозит, и дразнили меня. Их маленькое стадо выскочило из леса напротив и остановилось на опушке леса всего в 50 метрах от нас. На них было приятно смотреть, но я держал палец на спуске. Затем мы увидели, как быстро они побежали. Мы идентифицировали их сразу, и у нас было время сосредоточиться. Две самки Лани бегут прямо к нашей вышке, и мы перестали шевелиться и приготовились. Очень тяжело наблюдать за всем. Грег увидел Лани, бежавших слева от меня. Они бежали прямо перед нами, а мы нервничали. Строгие правила предусматривают штраф за убийство по ошибке. Полторы тысячи евро за косулю. Но можно стрелять в самок и детенышей Лани. Самка Лани очень похожа на самку косули, но, к счастью, я убил молодую самку Лани с одного выстрела. Отличное начало. Время пролетело быстро, и, к сожалению, это было наше последнее действие. По рации передали сигнал об окончании охоты. По инструкции, мы должны собрать добычу и принести ее к нашей вышке, откуда ее заберут и положат в холодильник. Отлично. Очень удачный выстрел. Прямо в плечо. Тика ТЗХ 308-го калибра с прицелом Aimpoint Agro. Прекрасно стреляет на большое расстояние. Выдвигаясь к месту сбора, мы встретились с охотником с соседней вышки, добывшим двух молодых кабанов. Затем мы встретились с остальными охотниками, чтобы прослушать инструктаж к следующей охоте. Карта легла так, что кабан не вышел ко мне. Надеюсь, следующая вышка будет в хорошем месте. Когда мы к ней подошли, мы поняли, что вокруг нее много кабанов. Совсем другая обстановка. В этом лесу очень много опавших листьев. Сейчас осень, на лесной подстилке очень шумно. Парни в восторге, когда они слышат животных, в частности кабанов, идущих по опавшим листьям. Надеюсь, мы тоже их услышим. Слева от меня водоем с крутым берегом, 100 метров до следующей вышки. И еще примерно 80 метров до соседней вышки с другой стороны. У нас приличный сектор обстрела, но очень узкие просветы между деревьями. И справа, и слева от меня. Загонщики уходят от нас. Они вспугнут добычу и погонят ее к нам. Действие развивалось быстро. Первой побежала косуля, убегающая от преследователя. Но один свисток и дрессированный поинтер вернулся к своему хозяину. Я так хотел убить этого кабана, но нельзя. Он матерый, черный. Мне нужен коричневый, а этот черный. Большой. Я не хочу платить тысячу долларов штрафа. Хороший выстрел в детеныша Лани. Нам посоветовали не стрелять в одиноких самок, и я выстрелил в детеныша. Испробовал все способы. Я придерживаюсь правил и не стал стрелять в кабана. Но сейчас мои моральные устои под вопросом. Этот танк, Еврокабан, проник в сектор обстрела. Но, к счастью для него, правила охоты запрещают стрелять в матерых кабанов. Я с досадой смотрел, как он трусит по лесу. Какой он огромный. Европейский кабан. Но сегодня кабаны — закрытая тема. Он вышел оттуда и отправился рыться в опавших листьях. Слишком маленький кабанчик, чтобы в него стрелять. Нам нужен другой размер. Есть первый европейский кабан. Не очень большого размера, но коричневый. Именно в таких нам и рекомендовали стрелять. Эрик будет очень доволен. Я попал в микроскопический просвет. Снимаю шляпу перед теми, кто стреляет в бегущую добычу. И метко стреляет. Я в зоне комфорта. Но когда я стрелял, у меня были открыты оба глаза. Прицел Aimpoint помог мне попасть в просвет между деревьями. Я нажал на спуск, попал ему в спину, но тем не менее я его убил. Охота закончилась, и мое время в Швеции, к сожалению, подходит к концу. Я получил впечатляющий опыт. А то, как здесь используют мясо диких животных, доставило мне удовольствие. Как я уже говорил, всех добытых оленей и кабанов разделывают и помещают в холодильник. Затем их готовят к продаже на местном рынке. Торжественное закрытие с благодарностями всем стало логичным концом великолепной охоты. А я благодарен Швеции за замечательную охоту и замечательное гостеприимство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова